Список добрых дел нынешних волонтёров мало изменился со времён Тимура и его команды. Трудовые подвиги обычно совершаются с ведром, лопатой и граблями в руках. На этот раз добровольческий десант по зову души трудился на приусадебном участке Екатерины Михайловны Штиблау. Бабушка к концу девятого десятка сама ухаживает за огородом. На окнах и в кладовой доспевает последний овощной сбор на семена. И хотя бабушка не одна, помогают дети, рука помощи лишней не будет. Земля нынче тяжёлая, много дождей, а потому перекопать огород пенсионерка решила и осенью. Очень довольна. Ну как нехорошо. Помогает молоденький, да, красивенький, а бабушка старенькая. Работа в колхозе, на хлебзаводе, уважение почёт со стороны руководства. Екатерина Михайловна знает, что такое труд. Молодыми помощниками всегда довольна. К работе подходит ответственно, как привыкла сама бабушка. Несмотря на то, что помощь ребят безвозмездная, школьники редко остаются без гостинцев. На работу сильно трудно такой-то и нет. Ну самое главное, ребята, вот вы приходите к бабушке, дедушке, да, там кто-то благодарит, там не за чаем поет. Конечно. Бабушки они все такие. Как вы к этому относитесь, что молодые приходят, помогают? Ну как, ну как, обязательно хорошо относятся. Ну как, если старенький, ну я ещё шевелюсь. Я не могу сидеть, я шевелюсь, я не шевелюсь, а это совсем плохо будет, если не шевелюсь. Ну вот, и ребята придут, мои придут, копают. А охорот мы каждый год не перекопаем, только весной. Ну помощь не лишняя будет. Ну не лишняя будет, конечно. Уже готова, только сади. У волонтёров 42-й школы это лишь начало их тимуровской работы. У каждого класса, а их в школе 18, несколько адресов, где ждут их помощи. Ребята обязательно навестят всех своих подопечных. Учители ветеранов, одиноких пенсионеров. С подарками и поздравлениями. С Днём пожилого человека и Днём учителя. Продолжение следует...